Досадное поражение от черноморца не сказалось на психологическом состоянии футболистов, хотя сам Петер Жива не скрывал, что он очень сильно переживает неудачи в Новороссийске. Поражение в Новороссийске стало для вас тяжелым ударом? Ну, главное, да, потому что поражение в полстанной секунде начало для тренера. Очень тяжелый удар. Сегодня можно смотреть, что ребята уже работают все в порядке. Я сказал, что надо забыть на эту игру и думать о которой будем играть в субботу. Это игра с Рубином. Как мы уже отмечали, в жизни команды начался новый этап, период сомнений и постоянного поиска. В матче против Рубина Петер Жива впервые использовал схему 4-5-1, чтобы начисто переиграть соперника в середине поля. Дебютировал в российском чемпионате Владислав Радимов, который, впрочем, ранее весной был далек от своей лучшей спортивной формы. Костя отрядили в обороны 9 человек. И вплоть до 48-й минуты сдерживали позиционные атаки «Зенита». Именно тогда, в начале второго тайма, хозяева сумели повести в счете. Радок Ширл с левой ноги выполнил штрафной удар. Мяч задел Мартина Горока и влетел в нижний угол ворот Сергея Каско. Рубин был вынужден раскрыться. И подовечные Курбана Бердыева не один раз потревожили Вячеслава Малафеева. Но игра так и закончилась минимальной победой «Зенита». И петербуржцы, набрав 10 очков в пяти матчах, вышли на четвертое место турнирной таблицы. Отставание от лидера в ЦСКА тогда измерялось всего-навсего двумя очками. Что вы сейчас сказали, ноутные Чижипку? Сказал, что я читаю газеты, что я очень рад, что забил голову и показал, что я все-таки футболист.